СТАРЛАДЕР ТВ Кризовой фонд в размере 200 тысяч долларов США. Финальную битву восьмерки лучших примет один из самых современных спортивных комплексов Европы Минск-Арена, способным принять более 18 тысяч зрителей. На протяжении всего сезона освещать бескомпромиссные баталии для вас будут ТАПА, Страйк, Кван и Слэм. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, следите за матчами 14 сезона Старсерии в режиме онлайн на Twitch.tv и болейте за своих! СТАРЛАДЕР ТВ Михаил Акрошка, это я и Юлия Сноу. Это я, всем привет! Да, сегодня для вас мы будем комментировать на 12-м канале три подряд игры. Игры Викинг Капа под номером 8, 1-8, 1-4 и полуфинал. Немножечко мы запоздали на сайдпик, его выиграла команда IronFist, которую мы будем, собственно, смотреть, и которая будет противостоять СНГ-миксу под названием Скорн. Первый пистолетный раунд уже берут Скорн, на холдах они прошли по точку Б, пропустили мы начало этого раунда, ворвались, в общем-то, и всех разложили, и бомба была заложена. Будем смотреть второй. Да, будем смотреть второй раунд. Да, ну, такой вот... И судя по закупу IronFist, они как-то не особо хотят забирать его. Ну, взяли два фармгана, две МП-7, Муха, был один Галил, и второй Галил, один уже кладут, выход у нас идет через яму, на точку А, аккуратненько, с вычеком всех позиций. Ну, и вроде как всех раскладывают, остается один Юспецкий от Undead, и на этом будет, собственно, все. Смотрим, что по деньгам, что нафармили. Это как-то пока не особо, это будет опять эко, либо какой-то такой форсбай непонятный. Ну, нечего сейвить Undead, кстати, классную голову он ставит в коннектор, пытается с ним бороться на скауте, и теперь уже на пистолете товарищ из окна. Ну, и МП-7 теперь подбирает Undead, закидывает... Ой-ой-ой, в прыжке голова! Да, действительно, это был очень красивый фраг. То есть плюс 300, плюс 600, считайте, что с дробовика он. Отстрелив двоих, сделал как будто бы себе плюсик, ну и нормально, нормально подфармил. Возможно, даже в четвертом раунде еще и АВП кому-то дропнет. Не будут рисковать у нас Iron First, и экономика Iron First, и экономика немного посложнее у дефа. Полный сливлый раунд они будут делать, ну и уже в четвертом первом девайсе нам закупятся. Да, мы видим, у них 4 по 250, 1 юс. И опен фраг как раз за командой Iron First. Отлично отбивают, попытались скорный делать сплит-пуш через ковры, двое ковры, трое ямы. Стак ковров уже в полном составе погиб, остается только стак ямы, 2 в 2. Галил и Калашников против пистолетов. Ну, тут должна быть голова, отличная голова. И все, всех разложили. В дымах последнего был это Саша. Тоже нашли. Первый раунд для команды Iron First вот так неожиданно. Вроде как немножечко закупались пистолетами во втором, ничего не получилось. Но в третьем полный сливной эко-раунд и победа. Да, вот так вот кто бы мог подумать, что 250 окажется лучше Галила и Каша вместе взятых. Да, ну посмотрим, посмотрим. Неожиданность некая для Скорна. Кстати, по таблице я посмотрел, как играли команды и та, и другая. Ну, в общем-то, по фрислоту и по техническим поражениям большинство игр прошли. Немножечко получше у македонско-европейского микса ситуация в плане побед. Ну, точнее, в плане игр. Были у них и 16-11 счета. То есть, ну, поиграли. Скорна совсем грустно. То есть, практически не с кем им было играть. До 1-8 просто-напросто курили. Курили, и вот теперь оказались. Там тем временем минус под B. Пытались незамеченными пройти через дым, но на контроле стоит человек в доме. В общем-то, все эти теки. Тихонечко нагибают. Все-таки обороняются, не хотят сдаваться. Ну, зажат. Есть 100% информация по человеку в доме B. Он прекрасно понимает, что бомба у него за спиной. Возможно, ее кто-то подаркадил. Идет уже на шифте с 20 хп. Тайминговый, конечно. Да, ну и посмотрим, что будет делать вирус. Остается он один. Сменил девайс, насколько я понимаю. В нужном направлении кидается дым, но он уже проскакивает. Оказывается, он у него за спиной. Ну и не дострелил. На ойскоров, который занял джангу. Естественно, не будет лезть. Информация по вирусу есть. Убил не каленого, но бомбу не дропнул. Одно хп понесло бомбу на точку B. Заплентил и прекрасно слышит. Палится вирус. Абсолютно ничего не стесняется. Прекрасно понимает, что по нему информация есть. Но не знает, где его оппонентно. На одном хп вытаскивает. Красавчик, Саша. На самом деле, такое даже забавно смотреть. Когда парень с одним хп просто берет и тащит раунд. Ну уровень команд, я думаю, что все-таки это нью дивизион. Это даже не аматорский дивизион. В общем-то, несмотря на то, что я посмотрел рейтинг. Большинство команд, прошедших в 1-8, находятся хотя бы в топ-10 этого рейтинга. Включая и Iron First. Ну вот такие траблы, которые происходят. Просто человек на морозе бежит, кидает флешку за машину из кухни. Абсолютно никуда не смотрит. Его с 90 порешал в ухо Сашу, у которого совсем не было хп. Ну, это не матчмейкинг. В общем-то, не видят, сколько здоровья остается у соперников. Но, тем не менее, в общем-то, можно было хоть как-то понять, что человек практически еле живой. Слышит закладку бомбы у нас Undead. Тут сливной раунд. Сливной раунд для Iron First. Сломали экономику. Я думаю, именно поэтому они и просят паузу. Видимо, что-то пошло не так. Нужен какой-то чим-то толк. Возможно, технические проблемы. Но ситуация печальная. Потому что, выиграв один раунд, и потом слив другой, дают им всего по 1400. То есть денег у них... Нет, на самом деле, деньги у них присутствуют. Ну, и раунд, тем не менее, берет Скорн. Кто стримит? Стримит Юлия Сноу и я Кроха. Да, вот такие вот незнакомые голоса, новички. Но мы надеемся, что мы вам понравимся. Вы еще не раз придете к нам на стрим. Да, сколько нас там смотрят? Можешь прочекать? Ну так, чисто ради интереса. Так, ну у нас пауза. Тем временем на сервере попросили ее Iron First. И все у них пока печальненько. В плане счета, и играют они за сильную сторону. Тем временем у нас 23 человека смотрят. Ну, это успех, Юлия, это успех. Но это уже практически не вип-стрим. То есть мы примерно... Примерно стримим для какого-нибудь среднего класса в средней школе. Скоро будем переходить на взвод. Да, тем временем там пауз. Ну как-то пока Iron First в сильной половине. За сильную сторону, всего лишь один раунд. Надеемся, что они все-таки соберутся, и у них бай. Ну если ты посмотришь на таблицу, как они шли, то есть в принципе они даже не играли. Можно сказать, что у них это первая игра. Там, по-моему, у них был фрислот, 16-0 и 1-0 ТП поражения с кем-то. То есть, ну, игр таких, чтобы боевых, чтобы размяться каким-то образом, влиться в этот турнир у них не было. Но повторюсь еще раз, что рейтинги, они, по-моему, на четвертом месте среди новых команд. Не аматорских, а именно новых. Ну, то есть, должны хотя бы что-то показывать. Но пока мы видим, что они просто льут и их ловят на этих поджимах. Ну, конечно, отвечают разменами, но пока мы видим, что это попытка захода в точку А. Нет, ну могут. По всем фронтам атака у нас, она не торопится никуда. На этом их и ловят. Собственно, один уже остается. Человек из ковров был, это GTX. Кстати, состава мы не представили, но их можно найти на Кэстерладер ТВ на сайте. Если Юлиан найдет нам, то, возможно, даже зачитает. А при регистрации товарищи и фамилии некоторые указали имена. Возможно, кого-то вы из них и знаете. Тем временем мы смотрим с вами седьмой раунд. Напоминаю, что это будет противостояние БО-1, то есть он для Мираж. И счастливчик, та команда, которая выиграет в этой встрече, уже прорвется в 1-4, а там недалеко и до финала. Да, все-таки все хотят побольше очков. Насколько всем известно, приз за Викинг Кап это именно поинты. Да, ну слабенькая экономика у нас в атаке, решают они тэка играть. Две брони и шлема у GTX и Саши. Кладут им тут дымы, есть сильно каленый чувак в правом углу. Если зачекают, будет все хорошо, но его абсолютно никто не чекает. Пропускает он троих уже и только теперь четвертого в спину добирает. Заход на точку Б удается, есть поджимающая спина 3 в 3, но не мобильная ВП у македонской команды, который, кстати, убивает. Начинает потихонечку уже с кухни работать. Ну и бомбы не поставлены, на самом деле не было никакого смысла ставить в троих обороняющихся. Нужно было выбивать минимум одного, ну, при оптимальном раскладе двоих, потом же постановка бомбы и разбираться с третьим. Но ничего не получилось. В общем-то, зайти и купили, а дальше что делать вообще не поняли. Скорны за счет этого Iron First раунд берут. Ну, тем не менее, закупаю теки по 250. Так, у нас... И пытаются форсить. У нас вообще товарищ Конг просто-напросто афкашит. Теперь просыпается, второе ЭКО будут играть. Точнее, пытаются играть вторую агрессию, второе ТЭКО, команда Скорн. И вновь выходят в дым. Их снова ловят. Да, хорошее... ЭКО, конечно, молодец. Он отлично принимает свою позицию. Вообще не выпускает парней из Б-дома. Ну, тут на пару работает. Один накидывает ХЕ, второй уже такой ловлю-ловлю-ловлю. Цепочки просто добивают оставшиеся ХП. То есть, всем приятно, всем хорошо. Одному ассисту, другому фраге. Ну и, в общем-то, весь стак, который пошел через дом, оказался там братской могилой. Последний пытается хотя бы один добрать фраг. Ну, этого ему не удается. Было-то у нас как раз-таки Саша. И счет тем временем становится 4-4. Промежуточная ничья. Наконец-таки после таймаута или что там это было от Айрон Фёстов, возвращаются они в игру. Ну, наверное, должны попытаться все-таки хотя бы на 9-6 вывести в этой встрече. Ну, а Скорны подсдулись пока что. Но экономики особо не было. Два я к тому подтверждения. У меня теперь полный бай, по деньгам у них все абсолютно в порядке. Полные раскиды. Кому они нужны? И АВП в команде тоже присутствует. Да, ждем, пока это такие медленные холдовые раунды аккуратные. Скоро понимают, что они уже 3 раунда подряд отдали. Да, ну, видите, все, я показываю большую карту. Никто не пошел смотреть поджимающего СБ. То есть там никаких развлечений не будет, никакого меда. Хотя АВП есть в команде Скорна. Ну и просто-напросто ковры плюс яма стоят, ждут. Я подозреваю, что с дымами в руках. Сейчас пойдет раскид. Да, пошел раскид. Начинают потихонечку врываться через яму. Последним оставляют бомбу. Закидывают их в ответ куфрешками и хаешками. И ничего не получается пока что у дефа. Точка А взята. Ну и теперь остается удержать. Здесь интересная ситуация. Саша в дымах не зачекал. Контра. Не все-таки зачекал. Да. Ворвался до последнего. Спину также отстрелили. Ну и 4 в 3 будет. Атака разыгрывает. В принципе, это дело техники. На самом деле, просто ошибок никаких допускать не надо. Никуда лезть не надо. Есть понимание у Андеда, что в нычке человек. Отличная голова в прыжке. Уже ситуация один в один, где GTX сильно каленый. А бомбу куда поставили? Бомбу поставили, в принципе, под него. Будет просто-напросто дергать своего соперника. Времени не так много. До конца, до конца будет диффузить. Да, и берет раунд. Ну, жесть. На морально волевых. Я не знаю, почему GTX стоял в коврах. Хотя бы просто-напросто стрельнул или топнул, чтобы как-то спугнуть. Но выжидал, видимо... Ну, я не знаю, какой тайминг. Ну, фейк, фейк не фейк. Но я думаю, он должен был как-то экономику посчитать. Понимать, что хотя бы диффуза есть. Ну, там и раз, и два. И потом хоть что-то сделать. Он простоял все три секунды и даже не дернулся с места. То ли запаниковал, то ли не понял, что могут диффуза быть у соперника. А, возможно, просто не услышал сам факт диффуза. Ну, да, кстати, накидывал флешку в ковры товарища Зайнан Ферст. Ну, и впервые в этом матче, по-моему, да, вырываются македонско-шведско-бельгийский микс. Вперед у нас по взятым раундам. Будут показывать дальше. Сейчас посмотрим. А так, тем же самым Макаром, понимает, что предыдущий раунд у них на изище получил взять. Будут выходить по цепочке в яму. Во-первых, раскладывает ДАСК, ну и откровенно скучает человек. Человек-андетт на точке Б. Ну, и вот только теперь проходит у Айрон Ферстов инфа. Все, стягивается с так точки Б. Три кила сделали защищающийся. Ну, вов-три шансы у Скорнов есть. Бомба занесена в дом Б. Сейчас посмотрим, где второй за спиной. Это Дель Пан. Начекают ли? Нет, не начекают. Да. Абсолютно никто не чекает человека, который стоит возле машины. Ну и справляется он довольно-таки четко. Две аккуратненькие головы. Еще один раунд для Македона-шведско-бельгийцев. И сейчас четыре у нас. Самое забавное, что Скорна как раз берет первый раунд из-за того, что они идут фастом в точку Б, а сейчас они не могут никуда зайти. Плюс теперь их синие жмут, как ни странно. Такое ощущение, что у нас команды поменялись местами. Ну, на самом-то деле, в общем-то, я не знаю, уровень команд позволяет вообще какие-то заготовки, потому что ни одной нашифровки мы не видели. То, что они делали с точка А в плане кинуть три дыма и зайти хотя бы. Ну, там даже трех дымов не было. То есть закрыли стерс, он же лестница, он же голова, трон, да. И КТ-спаун закрыли дымом, и как-то непонятно рассинхронно заходили на точку А. То есть больше мы от атаки ничего не видели. Пока растерявшиеся Айронфесты не могли вначале брать раунды, то ли не разыгранные, то все складывалось у Скорнов хорошо. Сейчас уже ситуация выровнялась, и даже немножечко качели качнули в пользу Айронфестов. Берут они раунд за раундом, можем посмотреть, нажав на тап, то есть серия у них уже из 3, 4, 5, из 6 раундов. Со счета 4, 1, Скорно ни одного раунда больше не взяли. Так, ну и смотрим 12 раунд. Есть у нас дуэль на миду, выигрывает ее Деф, выигрывает ее Пести со своим АВП, несмотря на то, что легли дым, но успела настрелить своего оппонента. И все комфортно для Деф, возможно еще один раунд они наберут. Да, мы, кстати... Потому что хочется чего-то более интересного, пока команды откровенно скучают. Но самое неприятное, что Айронфесты вообще в принципе не парились, если чекнуть их ростер на Аладдере. Они даже имена очень оставили одинаковые, как будто команда собралась чисто, чтобы отыграть Викинг Кап и все. Ну, я не знаю, сколько там дают, честно говоря, завчайские турниры, да, и где участвовали Айронфесты, но в топе у них там, по-моему, больше 1000 ладерпоинтов. Это значит, что, ну, в принципе, они не новички, хотя... Ну, у них три матча сыграно, причем две победы и одна ничья, то получается их четвертый матч. Ну, если учитывать, что три победы были 1-16-0, другая ТП, третья фрисло, то... Ну, да, тогда, наверное, они вообще неопытные. Ну, в отличие от Скорнов, которые все-таки 9 побед, 4 поражения, 1 ничья... Ну, тут не стоит, я думаю, рассчитывать на этом турнире, что мы увидим какие-то жесткие заготовки. Вообще, на таком уровне, конечно, если стрельба позволяет, и темплей, то можно играть до контакта и не париться по поводу флешек, хаешек и всего остального, и не выдумывать какие-то тактики, что только помешает. То есть четко выйти в точку, колпануть, знать, где твой тиммейт, поставить бомбу, там, или, наоборот, отсевить позицию. В общем, по большому счету, что мы, собственно, и наблюдаем. Никто ничего не изобретает, никаких велосипедов, мало чем ситуации отличаются от матчмейкинга, насколько я вижу. Ну, проблема у Скорнов, у них дропнулась ТС. Будем теперь ждать, пока не пофиксят эту проблему. Да, ну и, кстати, пока демок мувиков мы не наблюдали, то есть четкие размены идут, 1 в 1, 2 в 2, 2 в 1. Никто особо не влезает, можно на табуляцию посмотреть. На самом-то деле, уже Undead 20 фрагов настрелял, он фраг-лидер из двух команд, получается, у нас. И максимально, кто отличился у Скорнов, это Квикли. Квикли, он же качество, да, 11 на 11. Ну, такое, такое. Поровнее, конечно, играют Скорны, но поровнее хуже, скажем так. Пока что они за слабую сторону, и нельзя так говорить. Просто-напросто каждая команда судится, потому что она показывает. Скорны очень резво начали, забрали 4 раунда сразу же. Точнее, забрали, получается, сколько? 2, 1 и 2. Терялись в третьем. И казалось, что они дальше будут давить своих соперников, ну или как минимум хотя бы размениваться раундами в обе стороны. Но, несмотря на это, видимо, то, что видим. Скорее всего, у них проблема многих команд. Они просто не умеют играть против поджимов. Они сейчас вроде замыкаются ближе к респауну, пытаются кого-то обмать на агрессию, но у них это не получается, и они теряются. Тоже возможно. Так, ну ждем мы. Ждем мы, когда у нас решатся технические проблемы. Пишет Quickly Guys, you ready? Ту-ру-ту-ру-ту-пу. Ну, и... И пока не фиксятся проблемы с ТС. Напоминаю, что для вас комментирует этот матч Акроха. Это я и моя спутница... А, нет, спутница вряд ли. Спутница вряд ли, напарница и скомментатор Юлия Сноу. Также на каналах StarLadder 11, где Дональд и Джулия комментируют параллельный матч, идет трансляция также в лайв-режиме. На данный момент находятся каналы StarLadder 13, 14 и 15, где можно, в принципе, посмотреть матчи параллельные. В стадии 1-8 выкиндкапа под номером 8. Затем, напомню, что примерно на 15.00 у нас намечена 1-4. На 16.00 по Москве, Киеву и Минску намечена 1-4. 17.00 полуфиналы, которые пройдут в формате также BO1. Ну и 18.00 BO3 финал уже этого противостояния, где останется, естественно, один канал. Я, наверное, буду с Дональдом на StarLadder 11. Ну а к полуфиналу тоже еще у канала 2-3 уйдет. Из параллельного режима у нас, походу, готовы. Нет, ты не прав. Да, я прочитал чат. Дровнулась в ТС. Что-то, походу, сегодня с серверами TeamSpeak какие-то проблемы. Дудосят, пацанов. Ну, возможно, там не TeamSpeak, как бы, иногда отмазываются. Первое, что приходит в голову, это проблема с TeamSpeak. На самом-то деле, там, можно совсем не в этом проблема. И вообще человек куда-нибудь в другое место отошел. Хотя... Хотя такое. Проверить мы это не можем, поэтому... Ну, один игрок дропается сервера. Будем, видимо, теперь ждать, пока он перезайдет. Да, будем. Конечно, неприятная ситуация, на самом-то деле, вот эти долгие паузы. Тем более, что мы не на лане играем. Но еще раз повторюсь, что это даже не АМ-дивизион, это Нью-дивизион, если так его можно назвать. То есть команды новые, которые просто пробуют себя. Появляются, уходят, там, разрушаются. Я пытался найти хоть какие-то команды, ну, хотя бы русскоязычные, да, на наших просторах контакта. Обычно есть какие-то группы, есть какие-то логотипчики, но вот команду Scorn я не нашел. Хотя, некоторые коллективы из АМ-серии там были, у которых в названии есть АМ-серия с СЛТВ. Ни тех, ни других. Ну, наш игрок возвращается на сервер. Теперь мы ждем ант-паузы. Скорее бы стартануть. Да, напомню, что мы параллельно читаем чат. У меня и у Юлия открыты они... Точнее, открыт этот самый чат, если есть какие-то умные мысли. Вы можете с нами ими делиться. Ну да. Это не запрещается, это не запрещается. И будем мы, естественно, читать потихонечку чатик. Если что-то действительно, что еще там будет, то озвучим это в эфире. Тем не менее, у нас уже 48. Мы, кстати, обгоняем канал StarLadder 11, насколько я понимаю, да? Тебя тут интересуются, где Crossfire? Ну, пока нет. Пока нет, видите, ушел я в другую сторону. Да, это тролли местные, не обращая внимания. Всех мы этих товарищей знаем по именам с чата. На самом деле, у нас такой между собой чек легкий получается, не знаю. Я вот люблю смотреть начинающих стримеров, там, комментаторов. Чем меньше народа, тем больше кислорода. И комментаторы, и стримеры вас видят. И вы, в общем-то, их потихонечку узнаете. Тем временем у нас анпауза, да? Да. На сервере. Снимаются с паузы. Идут первые раскиды. И снова ребята холдят по точке А. Из команды Scorn. Посмотрим на большую карту. В общем-то, уже в который раз одно и то же они юзают. Видимо, вот это вот. И будет их заготовочка, и больше ничего. То есть, у них есть холд масс пятерых в дом Б, там, без подвала, абсолютно, без меда, никаких раскидов. И есть вот такой раунд, где один в ковры, и четвер остановится в яму, с домами в руках. Пошла тайминговая закидка. Ну и будем смотреть, как деф будет отбивать. В общем-то, до контакта. Сейчас проще, потому что 5 в 4 уже. Квикли уже подловили немножко. Да, мы пошли. Первый размен. Неплохо работает. Второй нычки у нас АВП. Три в одного, атака полностью разваливается. Между остается последний конг. Он окружается прям неплохо. Да, с писта дорабатывает второго. На 19 хп остается против абсолютно сотого андеда. И потерялся, потерялась. Я абсолютно не понимаю, где он может находиться. Бомба у него на руках, но ставить ее боится. Потому что не знает, откуда может выскочить его соперник. Ну и пока не найдет, этот раунд не закончится. А на таймер 25 секунд. Ну просто решили по дефолту. Я думаю, что андед обычно в Б. Поэтому конг как-то решил сыграть в Майндгеймс. Лишь бы сам себя сейчас не перехитрил. Ставится бомба под Форест. Тем временем, да, и вообще решил в кухню уйти. Не знаю, зачем он это делает. Любая стычка закончится не в его пользу. Даже хромой и кривой андед должен будет дострелить 19 хп. То есть здесь как-то, наверное, скорее конгу надо найти ухо или затылок своего соперника. Но он идет в стык. Он идет до контакта, выходит андед. И то, о чем я говорю, ну... Бред, бред. На самом-то деле нормальный дистайм, точнее нормальный, наоборот, тайминг словил игрок атаки. Разошелся на точке А со своим соперником, поставил бомбу, деньги принес. Все, полезный, молодец. Но пошел чекать именно кухню и контактировать с андедом. Ну, он как-то странно поставил бомбу не под себя, ушел в какую-то позицию, которая не совсем удобна. Ну, у него... Закономерный результат. Да, у него мало было вариантов. На самом-то деле ему надо было выбирать максимально дальнюю или закрытую дистанцию. Либо становиться в дом, либо становиться на шорт. Потому что если бы он встал на машину или на Форест, или как он встал в кухню, то вариантов у него особых не было. По постановке бомбы было понятно, что, скорее всего, это будет Форест. Потому что так немного закрыто от шорта было, и абсолютно закрыто от дома и кухни эта бомба. Но какого-то рожна побежал в кухню, и поняв, где его соперник, еще и стреляться с ним начал, а не вон с вас. Тем временем у нас выход из подвала в троих. Двоих уже раскладывают, дропается бомба. Абсолютно без шансовый раунд для атаки. Габелка! Такое ощущение, что спорные абсолютно без наушников играют. Они ничего не слышат, ни шагов, ни поджимов. Стоят как Васечки в медле и получают в голову. Да, но и обратите внимание на табуляцию, а точнее на винстрик команды Евросоюза, скажем так. То есть сколько уже получается раундов? После 4-1 не взяли ни одного раунда. Парни из Scorn никаких тайм-аутов у них, собственно говоря, больше нет. И рискуют они выйти вообще на счет 11-4. Ну, не сказать, что это печаль какая-то и игра эта будет отдана. Но, тем не менее, неприятно. Неприятно. Я не понимаю, почему такие проблемы с атакой. А сейчас их будет еще больше, потому что у нас появляется Scar. Что-то новое. Да, деньги позволяют. У дефа, собственно, уже их навал. Можем мы посмотреть, забрав столько раундов. И вот этот Scar прекрасно себя реализует. Остается с пол хп, но тем не менее дает фраг. Что ставят Квикли? Боже, голова с Скаута за первые щит на точке А дает инфу тиммейтам. Те пейт и самая инфия стягиваются. Раскидали точку Б. Типа фейканули, типа натопали, что уходят. Ну и мутят какой-то дабл фейк. Вот теперь подобие нашифровок вырисовывается у нас от Скорного. На самом-то деле пора, потому что уже последний раунд первой половины. Больше никаких шансов не будет. Отлично. Делпан заходит на точку Б. Закрывается смоками от кухни. И смотрим, где у нас бомба. Бомба на Б. Да, в этот раз она как-то поудачнее стоит. И даже если там Скорс делает что-то невообразимое, то Скорно должны забирать. Ой, какой дистайминг поймали, боже. Вирус посмотрел вроде бы в джангл, в это маленькое окно и отвернулся. На этот момент вышел соперник 10-5. Неожиданно, честно говоря, для меня результат. Хотя посмотрим во второй половине. Возможно, Скорно соберутся. Ну, упор на то, что, наверное, первая игра все-таки для геймеров. В 15.00 по Москве, Киеву и Минску для СНГ команд это раннее время. Более воскресенье. И, возможно, в второй половине они разыграются. Тем более, что будут играть за более сильную сторону. Особо тут уже не надо применять мозг. Скорее тимплей и хорошая стрельба. Вот, кстати, да, читаю в чате то, что пишут у европейцев пинге. Действительно, пинг какой-то завредели на самом деле. Ну, казахстанский. Хороший казахстанский стабильный пинг. Казахский, точнее. То есть, в принципе, нормально. Ну, и у Скоров, кстати, есть два представителя Евросоюза. Точнее, даже это, как написано на CSGO StarLadder TV на сайте, что это основатель и, по-моему, менеджер команды. В общем, что-то в этом роде. И оба они из Молдовы, представители Евросоюза. То есть, у них тоже по пингу есть легкие проблемы. Ну, и остальные их тиммейты... Я не знаю, честно говоря, на каком мы сервере играем, к чему он относится. Хотя, в принципе, по большинству европейцев можно было, наверное, европейский, что ли, сервер выбрать. У нас, тем временем, 100-летний раунд второй половины. Хороший тайминг. Выгдала атака. Просто занеслись гурьбой. Все расчистили, и остается один игрок. Команды. Контр-террористов. Да, команды Scorn, GTX последний. Скорее всего, не зачекает он себе спину, так и происходит. Ну, и в ухо его чётенько наказывают. Iron Fist продолжают доминировать. Они просто не боятся. Это все, что я могу сказать. Они сейчас просто стояли, ждали под апартаментами, вышли, и все. И забрали раунд. Ну да, наверное, уже на волне дизморали будут находиться. Вот. Друга порезали. Скоро на какие-то, видимо, процессы психологические всё-таки в Теске происходят. Тем временем, у нас Сик решил ничего не закупать, кроме 5-7. Делает первый килл с него, сразу же троих разменивают в ответочку. Ну и смотрите на ХП. Атаки, в принципе, все шансы у Дефа взять этот раунд есть, если будут аккуратно достреливать, но не в этот раз походу. Ну, уже не боятся. Хоть два игрока. Атаки красные, но... Ну, какая-то дизмораль у Скорнов. Какие-то, видимо, внутриличностные, уже внутрикомандные проблемы. Ну, понятно, что они наделись на пистолетку во второй половине, и вроде бы укрепили точку Б тремя тиммейтами, точнее, с собой и тремя тиммейтами. Ну, что-то вообще ничего не получилось. То ли тайминг их долгий смутил, холды вот эти вот в доме то ли что, но отдались просто... Возможно, не поняли друг друга. Возможно, еще какие-то проблемы. Все-таки, наверное, есть какой-то координатор. Ну, ввиду к тому, что надеялись на пистолетный раунд, его не взяв, в общем-то, пошла уже непонятная игра от них. Посмотрим. Может, что-то покажет. Тем временем у нас выход под точку Б. Раскладывают под коврами, раскладывают на коврах, пытаются стреляться шортом, но и потеряв троих еще один фар. Не дали поставить бомбу, дали определенные минуса. Так, Мишань, прибавь ее. Сейчас прибавим Юлю. Просто тут, ребят, дело в том, что в треске чуть погромче, АБС уже сжимает звук и как-то он становится немножечко потише. Мы вроде как чекали, и все было нормально. Добавил Юлю, еще он на 5 позиций. Должно быть нормально слышно. Ну да, надеемся на это. Мы так хотели избежать этих звуковых проблем. Да нет, на самом деле никаких проблем нету, просто от нас самих уже зависит, может, я погромче разговариваю, ты потише, и все. Когда мы чекали, было немножечко по-другому. Кстати, движется у нас все ГГшечки. Такой бай без ЭВП у Дефа. Наверное, все-таки уже последний шанс для них. Если сейчас скорный раунд не будут брать, то мы даже в расписание впишемся, и к 16-0 по Москве, Киеву, Минску закончим эту встречу. Но временем выход у нас на точку А. Ну да, у нас уже ситуация 3 в 3. Квикли красный, 4 хп всего лишь у него на холсбаре. Его забирают. Забирают Конга. Нежданчик был в джангле, ну как-то непонятно действовали товарищи из Скорна. Ну то, что непонятно, они просто не встречают, они просто не могут ничего показать в дефе. То есть просто до контакта два дыма, еще один сюрприз, это был коннектор, ну можно было, в принципе, оставив человека на лестнице, посмотреть хотя бы этот как-то коннектор. Ну, поочередно, поступательно, просто-напросто Айронфесты идут и выбивают позицию за позицией, точку занимают, раунды берут. Не знаю. Так, ты у меня лагать начала. Не знаю, у кого проблемы. Да, видимо, может Тимск. Да, ну и смотрим на экономику. У дефа экономики это абсолютно отсутствует. Закупились в ноль на то, что было. Скорны пытаются не отдать уже матчпоинт. Получится у них это или нет. Пока что все складывается в их пользу. Остается не мобильная АВП. Вместе со своим тиммейтом оба идут с ямы. Есть об этом инфа. АВП не попадает. Ай-ай-ай, достреляют. Нет-нет, в ответочку. Простреливают. Одну позицию на искре выбили. Будут пытаться сделать то же самое с подковрами. Удается. Ну и авапер под ником Dask, наверное. Dask 80 остается последним. Вдвоих. Главное сейчас не лезть на него по одному. Ну да, хп абсолютно не важно. Лезут, умрут, раунд сольют. Бомбы нет. Надо ждать пика бомбы. Просто-напросто контролить с двух сторон позиции. Хп у него маловато. Можно и прострелить. Но заходят спины и постановки бомбы нет. И наконец-таки мы поздравляем Скорнов, СНГ коллектив. Вместе с двумя молдаванами. Со взятием первого раунда во второй половине. После. После. Сколько там получилось отданных? После четырех. Так, ну и смотрим на деньги. Деньги на деньги атаки. Но экономика у них тоже на самом-то деле хромает. Будет дигл, три автомат-калашников. Всех броня со шлемом. Небольшенький раскид у двоих. Ну и у троих полный. Раскид, который позволит им надеяться на взятие этого раунда. Ну, откидываются смока. Пока мы не видим никаких агрессивных действий. Но там занимается, кажется, мидл. Ну, тут пытаются сделать точку Б через сплит и через дом. На самом-то деле просто отличные дымы закинуты на коннектор. Двое контролят врыв из этого самого коннектора. Один должен еще посмотреть окно, но он его не смотрит почему-то. Так, вернемся сюда. Да, и вот почему он его не смотрит. Потому что там подсадка будет. И не торопится атака у нас. Заходить на какую-то из точек ждут ошибки. Вот дефы правильно, в принципе, делают. Кто откроется первым, кто даст топ, он тот скорее всего раунды возьмет. Отличный зажим от вируса. В кухне пробивает он стак точки Б. Есть там еще где-то один человек. Где он? Где он? Джангл остреливается тем временем. Да, вот он в шарте. И он ложится отдыхать 2 в 2. Постановка бомбы. Слышит вирус оппонент в кухне, но не перестреливает помаз, но зато дает четкую инфу. Так, какие-то подвесоны пошли. Да-да-да. Ну, скорее всего... Я не знаю, не скорее всего. Есть же этот баг, да, что игра заканчивается, когда подвисает. Обычно он в начале как-то раунда, точнее в конце самом раунда, уже после результата. Ну, один в один. В и-90 против АК. По хп ровно пытается... А диффузы? А диффузов тоже нет. И, в принципе, тут уже без шансов абсолютно. И прекрасно понимает, это GTX. И даже убежать ему бомбы не дает. В общем-то, 15-й раунд Iron First берут. Матчпоинт. И обороняться с корном не с чем. Просто развалином накормили. Впитывают в себя мощь и ужас железного кулака из Евросоюза. Сейчас СНГ-микс вместе с двумя молдаванами команды Scorn. В общем-то, напоминаю, что взяли они лишь только в первой половине 4 раунда. Выдали такой винстрик. С разбавлением дачи одного раунда. Ну и вот во второй половине, казалось бы, сильная страна, но всего 2 взяты. Проиграли пистолетку и потом как-то подсели по морали. Ну и денег абсолютно нет на последний раунд. Смотрим, как он завершится. Скорее всего, это ггшечка. Ну, пока что для себя Scorn выбили преимущество. Ненадолго, правда. Да, равняют 3 в 3. Я не понимаю, вот как они стоят в коннекторе и нет инфы. А, он второго ждал. Отлично. Кладет в спину, но какая-то непонятная флешка прилетела. И вот что это было. А, добили. 16-6. 16-6. Поздравляем Iron First Team, которые обыгрывают именно с таким счетом на карте Мираж своих оппонентов Scorn и оказываются в 1-4 финала. Друзья, мы с вами уйдем на небольшенькую паузу. Вернемся, как только будет готов у нас. Будут готовы команды к 1-4. Узнаете вы, что это будут за команды, когда мы окажемся на сервере. И, собственно, пока что рекламно-музыкальная пауза. Далеко не разбегайтесь, мы с Юлией совсем скоро вернемся. Да, Юлия? Да. Оставайтесь с нами. Оставайтесь с нами, не меняйте нас на StarLadder 11, 13, 14 или 15. Ну, а можете и поменять, в общем-то, если... Ну, лучше не надо. Ну, лучше не надо. Все, уходим на паузу, молчим, слушаем музыку и вернемся к 1-4 уже буквально через 5-7 минут. Спасибо. СтарЛадер ТВ Минск Арена, способном принять более 18 тысяч зрителей. На протяжении всего сезона освещать бескомпромиссные баталии для вас будут ТАПа, Страйк, Кван и Слэм. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, следите за матчами 14 сезона Star Series в режиме онлайн на Twitch.tv и болейте за своих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok